всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео значки написано две седмины а его полное название семь лет изобилия перед семью годами апокалипсиса это видео записано в рамках темы последняя седмина апокалипсиса на моем авторском христианском сайте христолюб.рф по-русски или христолюб.ру по-английски вы найдете страницу последняя седмина апокалипсиса я дам в описании прям самом начале первой строкой ссылку на эту страницу у меня получилась такая трилогия по этой теме здесь собраны все места которые я пользуюсь библейские места которые я пользуюсь для освещения этой темы вы найдете здесь три видео но все тексты и три видео это последняя седмина такой вот значок это время время великой скорби последнего времени ну и сегодняшнее видео то она будет на этом месте это две седмины я вам позволю посмотреть желательно все последовательно вот эта трилогия конечно может посмотреть это видео потом его пересмотреть но я еще раз скажу что настоятельно рекомендую посмотреть все видео последовательно как я их записываю как раз в тех видео я жаловался что книга откровения не имеет точного времени определения и более того в самой библии от нас а нам практически ничего не известно сколько будет вся целиком книга откровения от от открытия первой печати где черные темные духи будут на белых конях то есть это проповедники проповедники на самом деле тьмы зла всего нечистого и заканчивается все чем новой землей и новым небом да естественно пройдет все ужасы пройдет царство антихриста пройдет тысячелетнее царство и потом уже вечное царство иисуса христа на новой земле и новом небе и мучения грешников где не огненный но не вечный оттуда можно выйти когда отдашь все до последней копейки из книги откровения мы с вами точно знаем что царство антихриста будет три с половиной года это очевидный факт об этом нам сказано в самой книге откровения все понятно все четко конкретные цифры почему повторяется она может сказать три раза у нас в этом нет никаких сомнений мы в этом убеждены иисус принципе говорил что когда наступит это великая скорбь по сути иисус конечно звал великой скорби именно во царе царство антихриста то сократятся эти дни богом ради того чтобы уцелела хоть какая-то плоть иначе она не уцелеет и завершится все это приходом иисуса христа судилищем христов над всеми христианами и тысячелетним царством с нашим женихом невестой которого мы являемся которая должна быть без пятна и порока ну а что же с первым периодом книги откровения до воцарения антихриста самой книги откровения ничего об этом не сказано и информацию которую мы с вами узнаем можем подчеркнуть только из книги даниил и я на это очень сильно роптал и жаловался ну естественно не то что там на бога роптал да вы понимаете ну просто сокрушался и страдал почему вот так почему нам не открыто да в книге даниила конечно в принципе достаточно все у нас понятно и все раскрыто и очевидно что книга откровения конечно же даниил нам не говорит что вот даниил еще понятия не имеет о том что будет некая книга что он не последний автор книги которая должна быть запечатана до последних времен и когда она будет тогда будет все понятно да что будет еще после пришествия иисуса христа бога люб любовь на землю нам будет еще дано некое откровение до чуть-чуть через некоего иоанна которого почему-то по ошибке именуют богословом нам неизвестен кто этот иоанн написано просто откровение иоанна и вот в книге даниил конечно же мы с вами в принципе все находим и для нас становится очевидно что действительно все эти последние времена описаны в книге откровения ну очень совпадают с тем что нам гаданиил аденил использует прямо эти цифры семилетия или там в переводе на месяца на годы до 3 сплэна года или там 1200 дней сколько-то помните там месяцев 42 месяца то есть все там сходится но вы знаете не зря библейское такое выражение сам иисус его употреблял при двух или трех свидетелях истины всякое слово и вот поэтому я очень сокрушался что очень странно что у нас только одно место на самом деле это место не одно есть у нас еще великолепное место это это книга бытие эта история с иосифом и тем как он толкует и разгадывает сны фараона сегодня будет большой длинное видео сразу говорю потому что я вам расскажу перескажу всю библейскую историю об иосифе но прежде конечно же я вам зачитаю то место которому мы будем подходить и ради которого сегодня видео пишется и естественно тезисом к сегодняшнему видео станет такую вот я тоже сделал иллюстрацию две последние седми ну то есть мы с вами сегодня узнаем первое что мы узнаем все не с вами три вещи вот три вещи которые являются тезисом сегодняшнего ролика ну а пир что оказывается мы узнаем что для нас важна не только нет сначала что мы узнаем что все-таки великой скорбь это действительно семь То есть уже при двух свидетелях, истинно всякое слово, оказывается из Ветхого Завета мы с вами узнаем, благодаря Даниилу и истории с Иосифом, что действительно последние времена, времена книги Откровения, это семилетний период. Это раз, что мы с вами сегодня чему найдем подтверждение, давайте я буду вот так открывать. Второе, что мы с вами узнаем сегодня, что это, оказывается, два семилетия будет, просто одно будет называться семилетием Изобилия перед семилетием Скорби. И третье, что мы с вами сегодня узнаем, что мы, оказывается, с вами живем во времена изобилия. Об этом сегодня и поговорим. Начнем мы с того, что я зачитаю само место, к которому мы с вами будем приближаться потихонечку. Начну я с того, что я на своем сайте кое-что себе тоже помечаю. Я не буду уже своими словами говорить. Сразу вам зачитаю это предисловие. Ну вот я, в принципе, то, что я вам своими словами выразил, сейчас прочитаю. Но книга пророк Даниил не единственная, которая раскрывает нам тайну о продолжительности событий, описанных в книге Откровения. Иосиф и его жизнь, описанные в книге Бытие, которые являются для нас прообразами Иисуса Христа и его жизнью, также указывает нам на то, что скорбные события, описанные в Апокалипсисе, будут продолжаться в течение семи лет, как продолжался голод в земле египетской до того дня, как Иосиф собрал всех под своим царством. Но также в истории с Иосифом есть одна немаловажная деталь, а именно то, что перед великим семилетним голодом будет семь лет великого изобилия, в который и нужно подготовиться к семи годам голода. Что это значит для нас с вами, людей, живущих в последнее время? А значит, это то, что мы с вами за эти семь лет изобилия условного благополучия должны подготовиться к скорбям и испытаниям, грядущим на вселенную, описанных в дошедших до нас книге Откровения Иоанна. Ну и я вам зачитаю то место, к которому мы сегодня будем с вами и подвигаться идти. И сказал Иосиф фараону, сон фараона один, что Бог сделает, то он возвестит фараону. Семь коров хороших – это семь лет, и семь колоссев хороших – это тоже семь лет, сон один. И семь коров тощих и худых, вышедших после тех – это семь лет. Также семь колоссев, тощих и иссушенных восточным ветром – это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской, после них настанут 7 лет голода. И забудется все то изобилие в земле египетской и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что это истина Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит это. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетскую, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших лет и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут, и будет эта пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Вот такое вот место. Ну а чтобы понять его весь контекст, обычно я вас отправляю на свой канал Христолюпа Веган Чтение Библии и Иных Писаний, и сейчас все равно это сделаю. Кто хочет познакомиться целиком с книгой Бытие, а может быть вообще со всем Ветхим Заветом, а может быть вообще со всей Библией, которая состоит из Ветхого Нового Завета, то милости прошу, там вы найдете всю книгу, в том числе Бытие, в моем прочтении с моими комментариями. Вы много узнаете. Мы сегодня с вами, конечно же, я вам не буду читать всю историю Иосифа и ее комментировать. Мы пробежимся по иллюстрациям, они говорящие, и я буду просто комментировать. И мы подойдем к этому месту, и то место, которое я сейчас прочитал, все равно, многим может непонятно быть, что там за сны фрауна. Тут мы, конечно, чуть-чуть почитаем, сейчас еще расширим, но к этому надо еще подойти. До этого я все вам и после, там, кое-что перескажу просто. Но, конечно же, если хотите глубоко познакомиться, перечитать, я всех вас настоятельно отправляю к моему прочтению книги Бытие целиком. Книга Бытие состоит из 50 глав, с 37 главы по 50. Это посвящено все истории с Иосифом. Кто такой Иосиф? Иосиф – это сын Иакова. Кто такой Иаков? Вы помните, я думаю, что такое имя вам известно, был Авраам. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Иаков был переименован в Израиле. Израиль означает «богоборец». Он был так переименован, потому что ночью в видении он боролся с Богом. В общем-то, чем потом и занималось все его семя, все его поколение. Иаков родил, или Израиль, как хотите, это одно и то же, Иаков переименованный в Израиле. Иаков – Израиль, буду его так именовать, у него родилось 12 сыновей. Все они от разных жен, по паре, можно сказать, от разных жен и наложниц. Иосиф был предпоследним из 12-ти, 11-ти. У него потом оказался еще младший брат. Этот Иаков, этот Иосиф, вся его история жизни, от рождения и до, так скажем, смерти, символизирует для нас с вами всю историю человечества. Я вам сегодня все это, я вам затравочку говорю. Кто хочет, посмотрите вместе со мной мое чтение с комментариями. Там вы все это узнаете. Здесь я просто говорю кратко, кому это интересно, увидеть всю эту историю, как я буду показывать. Это реально жизнь в Иосифе, мы видим жизнь всего человечества, вообще события вокруг Иосифа происходящие. А в нем мы, конечно же, видим то все человечество, то непосредственно потом жизнь Иисуса. Кто хоть раз прочтет вместе со мной, то все это, я уверен, узрит, увидит и познает, и будет счастлив. Счастлив, потому что все эти откровения, которые мы видим, действительно греют душу, согревают, радость полагают на сердце. Я уверен, что так и будет. Можно сказать, вам обещаю это. Мы сегодня на все это обращать внимать не будем, но я все-таки пробегусь. Прежде чем подойти к этому моменту, когда Иосиф толкует сны фараону, которые будут потом, как говорят, вещи сны, которые воплотятся в реальность. Причем, как мы с вами видим в ближайшее время, я вам все-таки кратко историю Иосифа напомню. Я вам уже сказал, что это один из 12 сынов Израиля, Якова, который был предпоследним. Он очень выделялся. Вообще, Иосиф, почему я всем говорю, два безукоризненных персонажа, реальные личности, живущие в истории человечества, указанные нам в Ветхом Завете, как говорят особенно из еврейского народа. Это две личности, которые у меня всегда вызывали восхищение, радость, пример для подражания многих вещей. Это действительно чистые, светлые люди, что редкость для Ветхого Завета. Даже многие ветхозаветные так называемые праведники, я уж прям про царей вы знаете, какого мнения Соломона, Давида и же с ними, да. Даже пророки порой не по-детски косячили, да. То действительно есть две личности в истории Ветхого Завета, которые, ну, просто заставляют тебя испытывать к ним теплые чувства. Это Иосиф, конечно же, и это Даниил. О Данииле нам не так много сказано, вот и заметьте, кстати, вот действительно, вот при поиске вот этого ответа о последних временах, в принципе, не то, что я их использовал, а единственное два места, которые нам указывают. Слушайте, это я прямо сейчас вам наживую рассказываю, внутренние откровения. Вот действительно, это два самых прекрасных персонажа, это единственные люди, о которых я из Ветхого Завета, вы знаете, я Ветхий Завет целиком записал, когда на канале Чтение Библии. Я уже говорил, что, конечно, второй раз там читать Ветхий Завет последовательно никогда в жизни не буду. Если Новый Завет я записал, даже второй там круг иду, да, уж не говоря, сколько ты в жизни его цитируешь, там общаешься, отдельными проповедями пишешь, то, конечно же, Ветхий Завет прочитать второй раз публично, вот так, с комментариями, это, во-первых, титанический труд, все, даже когда я первый раз делал, и это просто на сердце невыносимо это делать, да, потому что много там зла, всех этих крови, убийства, насилия, предательства, богопротивничества, богоборчества, того же самого израильского, да, сколько там всего этого, грязи, греха. Читать его не особо есть желание, да, но действительно, историю, которую я готов, поэтому я вам ее с удовольствием сейчас пересказываю. И, знаете, ничего не утаивая, то, что мы, конечно, проскочим, какие-то моменты, я вам не все события расскажу, вот, это не потому что я их утаиваю, и, знаете, как хочу подмазать Иосифу, нет, я вам вот им свидетельствую, что когда вы в оригинале все прочтете, с Иосифом нет никакого греха, действительно, светлый, чистый человек, точно так же, как и за Даниилом, ничего, он никогда не брал меча в руки, никого не убивал, никого не обманывал, вот, знаете, вот, светлый человек, действительно. Даниил, я верю, исповедую, много разговаривал, что, возможно, веган, да, потому что очень странно, почему он отказался от всего, там, всей трупятины, а кушал только овощи в плену, да, вот, веганскую пищу, да, и вот история, конечно же, с Иосифом, она великолепна, он сам по себе человек просто чудный, да, вот, он уже в юности, его за это ненавидели его братья, его братья ненавидели именно за его свет, за его чистоту, вот, он уже, а братья еще те косячники были, да, и он отцу все докладывал, вот они там то-то злодеяние сделали, то-то злодеяние сделали, да, плюс ему, конечно же, приснилось, Бог, Бог ему не приснилось, а Бог ему дал два откровения, два откровения через сны, где родители и все его братья и родители придут и поклонятся ему, да, ну, я надеюсь, вы уже понимаете, я вам сказал, уже даже в моих речах, слышите, слышите, услышьте, когда я говорю, Иосиф, это Иисус, сами уже накладываете это, да, я говорю, а уж не говорю, что если вы со мной почитаете, я вас уверяю, что вы не пожалеете о посвященном, у меня даже язык не повернет, сказать, слово потрачено в вашем времени, хотя бы, желательно, всю книгу бытие, я всем, вообще, в жизни я все говорю, ладно, хорошо, ты христианин, ладно, у тебя нет времени на весь Ветхий Завет, но уж знать Новый Завет и к нему присовокупить хотя бы книгу бытие, хотя бы книгу бытие, и, в принципе, исход желательно, с тем же самым Моисеев, там уже, конечно, много грязи ненужного, там одно и то же по 10 раз пережевывается, но исход, конечно, тоже желательно, но уж бытие надо знать точно, я говорю, можно исход присовокупить, вот, это очень важно, ну, Даниил, особенно в последние времена, конечно, книгу тоже можно присовокупить, да, вот, книгу Иова уже на любителя, да, у кого есть время, о страданиях, кто хочет всякие эти вещи тоже немножко уразуметь, тоже можно, но бытие обязательно из Ветхого, за это хотя бы вот до истории, всю, всю, вплоть до истории Иосифа, вы удивитесь, насколько это вас обогатит, вас раскроет и возведет на определенный уровень познания истины, и вот Иосифу снится два сна, да, как к нему придут и все поклонницы, и родители даже, и братья, его, естественно, за это еще больше ненавидят, даже отец его пожурел, ну, кто-то там толкует, что это он для братьев сделал, сам-то он, как говорится, сердцем прильнул к этим видениям, ну, этого мы не знаем, нам это сокрыто, мы можем только читать это. Братья до того его ненавидели, что в один прекрасный день, когда Израиль Иаков послал Иосифа там, братья были, естественно, пастухами, ходили там, стада гоняли по разным площадям там огромным, да, на несколько дней уходили, и послал Иосифа принести им там еды, посмотреть, где они справятся, об их жизни, что они, потому что уходили на несколько дней, да, где-то там бродили, ходили, чтобы стада переходили с места на место, братья до того его возненавидели уже за все его эти, эту его жизнь, что он там на них, как говорит, стукачит отцу там, и, да, их вечно там, и вот ему сны снятся, им что-то там высказывает, он был самым, можно сказать, младшим, по-моему, даже еще его младший вот этот брат, Вениамин даже еще, по-моему, не родился, я уж честно могу немножко запамятовать, ну, это неважная вещь, вы прочтев все это узнаете, вот, но он сам еще был очень молодым юношей, вот, по-моему, даже еще 12-й сын Иакова, Вениамин еще, по-моему, даже не родился, ну, или, может быть, уже родился, еще был младенцем, вот, но действительно Иосиф был, так скажем, сыном старости, тоже еще юношей, и он его очень тоже любил, он его там сделал разноцветную одежду, я вам иллюстрацию, по-моему, показал, ну, вот здесь тоже такая есть, да, если у всех более серенькая была, он ему такую вот прям красивенькую и сделал, братья тоже обзавидовались, в концовке они решают его убить, ну, там не все, не все братья были согласны, старший там выступал, что не надо его убивать, ну, в общем, они его бросили в колодец какой-то, ну, в яму, некоторые из братьев ушли, двое самых свирепых, самых злых, да, самых ненавидящих, в частности Иосифа, да и вообще, по сути своей, как раз проходил караван мимо, ну, они решили, что он там зря сдохнет в яме, да, давай его продадим, они его продали, я думаю, вы догадываетесь, за сколько? За 30 серебряников, да, абсолютно все вот как прям по Евангелию, вы, когда, я говорю, всю историю жизни Иосифа узнаете, вы увидите, насколько она прям по полочкам, по ступенькам соответствует, я говорю, все истории человечества, в частности, Евангелию и жизни Иисуса. Они его продают, здесь есть история с одним из братов, там, это 38 глава, мы с вами ее пропустим, она сейчас, она там имеет глубокий смысл, но не к сегодняшнему, к нашему ролику. И когда Иосифа продают, братья возвращаются к отцу, они, кстати, с него сняли эту разноцветную одежду, всю ее покромсали, как-то порезали, закололи ягненкой, кровью Агнца измазали, кровью Агнца измазали, да, всю ее принесли отцу, показали, вот, мы нашли одежду истерзанную, все в крови, наверное, зверь дикий растерзал брата. Ну, короче, они в своем зле настолько, да, пали, что, видите, даже, собственно, отца обманывали, продав брата, что вот, вот, зверь растерзал, забудь о нем. Вот такая вот история великих патриархов израильских, да, любит там с Израилем насаться, вот вам, весь Израиль. Какая голова, такая рыба, да. Иосиф попадает куда? Этот караван шел в Египет, его, естественно, ну, это были обычные торгаши, неважно чем, золотом, медью, сухофруктами или людьми торговать, им без разницы, обычные были торгаши, естественно, и рабами торговали. Иосиф купили за 30, продали неизвестно за сколько. В общем, его купил некоторый царедворец, начальник охраны, ну, в фараоне тогда, в Египте тогда был фараон, ну, по сути, есть такие титулы, как император, царь, все они из одного порядка, ну, тогда в Египте назывался фараон. То есть, царь всего. Вот у этого царя была, естественно, охрана, начальник охраны его купил, этого Иосифа. Иосиф был от Бога одаренным очень, да, вот все, что он в руки свои не брал, не делал, у него все получалось. То есть, он был одарен, ну, и понятно, что он сам был таким, да, мы все любим там, все, за все, слава Богу. Вот, но мы сами становимся теми или другими, потому что мы обладаем свободой. Иосиф был очень трудолюбивый, внимательный, видимо, смекалистый, все такое. Действительно, за что он не брался, у него все очень хорошо получалось, потому что Бог его, как говорят, да, благословлял. Вот, но он и сам старался, то есть, он был большой молодец. Этот царь, этот начальник охраны, царедворец, он, видя, как у него все хорошо получается, что он не просто, там, может тарелки носить и мыть, да, он ему верил управление всем своим домом, сделал его управляющим, да, смотрителем своего дома. Вот, именно потому, что он был настолько талантлив. У него была жена, жена это, увидев этого еврейского юношу Иосифа, видимо, он был еще, помимо этого, ну, не видимо, тут так и написано, просто тут, понимаете, на вкус и цвет, да, Иосиф был красив станом и красив лицом. То есть, он, помимо того, что был умным, был еще и красивым. Жена этого царедворца позарилась на Иосифа и желая изменить своего мужа. Она начинает Иосифа не просто соблазнять, а силком пытаясь его привлечь к измене своему мужу, да, посредством него. Ну, в общем, хочет с ним переспать и по-всяческому его все время, не дает ему уже похоя, прохода. Ну, и в один прекрасный день она вообще затаскивает его, ну, или как-то заманивает в спальню, или где-то там силком его там начинает все это делать, срывает даже одежду с него, он убегает. Иосиф очень чистый, светлый человек, тем более он говорит, что же я, человека, который мне, пусть он меня купил, пусть он мой господин, да, я хоть и раб в этом доме, но все-таки он мне все верил, мне доверяет, я управляю целым домом, и, в общем-то, я думаю, что Иосиф не жил как раб там в цепях, то есть жил нормально. Вот. Ну, в отличие, по крайней мере, лучше всех остальных рабов, и точно, что был уже управителем этого дома. Ну, жена, видимо, там что-то произошло, плюс еще гортыния, обидчивость. Когда возвращается муж, она начинает ему, естественно, плакаться, что вот этот рабский еврей на меня напал, хотел меня изнасиловать, все прочие вещи. Ну, естественно, этот царедворец верит своей жене, и что этого еврейского раба, юношу Иосифа, куда он отправляет? Иосиф в темницу, он там находится, то есть он попадает в тюрьму. В тюрьме, как написано, даже там, естественно, Бог полагает на сердце начальнику тюремному, опять же, благословение к Иосифу, потому что Иосиф опять себя проявляет как, ну, вот, такой управитель хороший, да. Он ему вверяет все попечения о тюрьме, то есть там, видимо, запасами заниматься, всем раздавать кормежку, ну, в общем, всеми тюремными делами. Иосиф начинает этим заниматься и тоже становится таким начальником тюрьмы, можно сказать, теневым, негласным, то есть начальник тюрьмы там отдыхает, Иосиф всеми делами занимается. И в тюрьме в этой оказываются два приближенных фараона. Один из них – это Виночерпи, второй из них – Хлебодар. То есть это один человек отвечает за то, чтобы в руке фараона всегда был кувшин, ой, кувшин – это чаша с вином, с наполненным вином. Хлебодар отвечает за то, чтобы у фараона всегда была накрытая полянка, и все у него было хорошо. Они, нам точно не описано, в общем, они провинились, ну, перед царем-то несложно провиниться, может, у самого настроения не было. В общем, они оба оказываются в тюрьме. Что-то накосячили, ну, может, не вовремя подали, не подлили, что-то подпрокисло, где-то тараканчик заполз, в какой-нибудь хлебушек, не важно, не с того плеча подал. Они оба оказываются в тюрьме. Им обоим снятся сны. Они в смятении. Иосиф, как-то, заходя к ним, говорит, «Расскажите мне, что-то вы смурные». Они говорят, «Да вот сны нам приснились». Он говорит, «Ну, поведайте мне». Потому что ему же уже снились сны, вы помните, о там 12 снопах, которые поклонятся одному снопу посередине, как солнце, луна и звезды. Я вам не рассказал те сны, ну, вот сейчас кратко пересказываю, которые все поклонятся Иосифу, да. Он говорит, «Расскажите мне, Бог, если сблаговолит, я вам их растолкую». Они ему рассказывают сны, я вам сейчас тоже их пересказывать не буду. В общем, Иосиф их растолковывает так, что Виночерпию которому, что «Твой сон» говорит о том, что да, вот там через столько-то дней, вот сколько там этих гроз ты видел, вот фараон выведет тебя, и ты снова будешь подавать вино в руку фараона. А Хлебодару говорит, вот там эти три корзины, это там три дня, через три дня он тебя тоже выведет, вы вместе выйдете, но только тебе он голову отрубит. Все это происходит, причем сначала он Виночерпию растолковал, Хлебодар увидел, что он так положительно растолковал Виночерпию, тоже ему поведал, но вот у него оказалась судьба нехорошая, да, то есть он, наоборот, оказался с отрубленной головой. В общем-то, так все и случилось. И действительно, Виночерпий, Иосиф попросил Виночерпия, говорит, ты когда выйдешь оттуда, отсюда вернее, из тюрьмы, не забудь обо мне, замолви за меня словечками, перед фараоном, перед кем угодно, чтобы меня отсюда вытащить, потому что я здесь сижу ни за что, я никого не насиловал, на жену начальника охраны фараона, живя в его доме, управляя его домом я не посягал, вот, то есть я, конечно, хочу отсюда выйти. Это очень важно, да. Естественно, Виночерпий забывает об этой просьбе, какой-то там еврейский раб, пусть и там теневой начальник тюрьмы, он о нем благополучно забыл, и он ему даром оказался не нужен, да. Я уже обращал на это внимание в рамках другого видео, что выходит Иосиф из тюрьмы, он тоже выходит, но через два года. И в рамках видео, которое я записывал о том, что у Бога один день, как тысячи лет у людей на земле, и говорил, что очевидно, что из этого мы с вами видим, что мы с вами живем в седьмом тысячелетии, которое началось после шести тысяч лет, это, что мы с вами живем во второе тысячелетие после Рождества Христова, в начале третьего тысячелетия, после двух тысячелетий, после Рождества Христова, которые уже с нами закончились. Поэтому мы с вами живем при последних временах, потому что при переходе из шестого в седьмое тысячелетие, седьмое тысячелетие, тысячелетие Царства Иисуса Христа на земле, Когда мы воскреснем, изменимся и будем с ним, когда он после всех этих событий придет Поэтому происходит это по прошествии двух лет, то есть двух тысяч лет Наступают, так скажем, последние времена И второй председатель Христа, и тысячелетнее царство, седьмое тысячелетие И вот давайте уже с 41-й с вами главы мы с вами начнем читать Вот я вам кратенько там прочитал, а теперь мы с вами уже еще более Всю предысторию я вам рассказал Прошло полчаса, но я надеюсь, вам было интересно И теперь вы понимаете весь контекст По прошествии двух лет, то есть Иосиф просидел в тюрьме два года Естественно, это символ того, что Иисус ушел Да, его с нами две тысячи лет нету, поэтому как бы в тюрьме мы же ничего не видим Вообще раньше тюрьмы вы сами были под землей, тоже их копали там Или вообще в ямы людей бросали Но если это были более такие помещения, то это тоже были полуподвальные или подвальные помещения По прошествии двух лет фараон уснилось Вот он стоит у реки И вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью И паслись в тростнике Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых Худых видом и тощих плотью И стали подле тех коров на берегу реки И съели коровы худые, видом и тощей плотью, семь коров хороших, видом и тучных Ну, коровы коров не едят, это же сон, это видение То есть сначала он видит хорошие коровы Из реки выходят плотные, наевшиеся И пасутся на берегу Семь колосьев тучных и полных Ну, колосья, колосья, колосья тоже друг друга не едят Но это сон, видение И проснулся фараон и поднялся И понял, что это сон Утром смутился дух его И послал он И призвал всех волхов Египта И всех мудрецов его И рассказал им фараон сон свой Но не было никого, кто бы истолковал его фараону И стал говорить главный вина черпи фараону И сказал Грехи мои, вспоминаю я ныне Фараон прогневался на рабов своих И отдал меня и главного хлебодара Под стражу в дом начальника телохранителей И снился нам сон в одну ночь Мне и ему Каждому снился сон особенного значения Там же был с нами молодой еврей Раб начальника телохранителей Мы рассказали ему сны наши И он истолковал нам каждому Соответственно с его сновидением И как он истолковал нам Так и сбылось И возвращен на место мое Я, а тот повешен Я сказал отрубленная глава Я уже забыл Я особо не готовился Не перечитывался перед этим видео Ну, неважно Повесил его фараон И послал фараон Не в лохмоть Он остригся и переменил одежду свою И пришел к фараону Фараон сказал Иосифу Мне снился сон И нет никого, кто бы столковал его А о тебе я слышал, что ты умеешь Толковать сны И ответил Иосиф фараону, говоря Это не мое Бог даст ответ во благо фараону И сказал фараон Иосифу Ну, он пересказывает то же самое Давайте еще раз прочтем Мне снилось Вот стою я на берегу реки И вот вышли из реки Семь коров тучных Плотью и хороших видом И паслись в тростнике Но вот после них Вышли семь коров других Худых, очень дурных Видом и тощих плотью Я не видывал по всей земле Египетски Таких худых, как они И съели тощие худые коровы Прежних семь коров тучных И вошли тучные в утробу их Но неприметно было Что они вошли в утробу их Они были такие же худые видом Как и сначала И я проснулся Ну, как мы видим Как я говорю Всегда лучше все читать Ничего не пропускать То есть все-таки фараон ему пересказал Уже немножко свои мысли дополнил Что вот Свои мысли, как он это видит И удивился, что да Тощие, оказывается, съели Всех полных коров И от этого полнее не стали Остались такими же тощими Потом снилось мне Вот на одном стебле Поднялись семь колосьев Полных и хороших Но вот после них Выросли семь колосьев тонких Тощих и сушеных восточным ветром И пожрали тощие колосьев Семь колосьев хороших Я рассказал это волхвам Но никто не изъяснил мне И сказал Иосиф фараону И сейчас мы с вами еще раз зачитываем То, что я с вами уже читал Сон фараона один Что тот, что тот Это одно и то же он говорит Что Бог сделал, то он возвестил фараону Что он сделает, то он возвестил фараону Семь коров хороших Это семь лет И семь колосьев хороших Это семь лет Сон один Просто в двух разных образах И семь коров тощих и худых Высших после Это семь лет Также и семь колосьев Тощих и иссушеных Восточным ветром Это семь лет Это все Семь лет голода То есть, коровы плотные, тучные и колоссия плотные, тущие в разных снах говорят о том, что будет 7 лет изобилия. За ними идут 7 коров тощих, худых, как скелеты, и 7 сушеных колоссий. Это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог соделает, то он показал фараону. И вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. То есть, почему пожрут-то коровы и колосси, потому что все то, все будет. Люди не будут откладывать, ну будет просто изобилие, ну может там чуть-чуть отложат. Но 7 лет голода все пожрет, и то, что даже было сохранено, не говоря о том, что ничего не будет появляться. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжелым. А что сон повторился фараону дважды, так это значит, что истина, слово Божье, и что вскоре Бог исполнит это. Вот этот вот принцип, при двух или трех свидетелях истина, всякое слово, это библейский принцип, почему я так и возмущался, когда читал Даниила, просто позабыв об этом месте из Иосифа. И я благодаря одному ролику просто смотрел, и мне там вот говорилось об этом, и я тоже вспомнил, естественно, думаю, как же я, мне Бог-то на сердце забыл. Ну, мы все друг через друга приходим к чему-то, что-то подсказываем, где-то подсматриваем, подслушиваем, что-то на сердце Бог кладет через людей, естественно. И я думаю, как же я об этом месте-то забыл, да? Вот. То есть мы с вами видим, что все опять о семи годах. И вскоре исполнится это. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетскую, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших лет и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу. И пусть берегут, и будет эта пища в запасной земли на семь лет голода, которая будет в земле египетской, даже дабы земля не погибла от голода. Ну, естественно, давайте я вам все-таки хочу вам немножко еще почитать. Надеюсь, вам это тоже все интересно и назидательно, полезно и радостно, отрадно, да? Это понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все это, то не столь разумного, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над всей землей египетскую. Я надеюсь, вы догадываетесь уже, как эта калька накладывать на все бытие, на всю истину. Это, конечно же, фараон, здесь уже образ Отца Небесного, как все любят говорить, Бога, да? Иосиф, конечно, который только престолом ниже него, это Сын Божий, это Иисус Христос, да? И снял фараон перстень свой с руки своей и надел на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и проглашать перед ним, преклоняйтесь. Я думаю, что лучшего символа не найти того, что будет происходить. И поставил его над всей землей египетской и сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет руки своей, ни ноги своей по всей земле египетской. Конечно же, вся земля египетская, читайте, как вся земля, просто, на которой мы с вами живем, египетская, это все народы, без меня не можете делать ничего же. Я думаю, вы помните эти евангельские слова, без Иисус Христа не можем делать ничего. На этом мы с вами закончим чтение. Иосиф становится, вы видите, кем? Только престолом ниже фараона. Это удивительно, что еврейский какой-то раб становится царем, можно сказать, только престолом ниже. То есть, что такое только престолом ниже? Ну, только по крови ты не можешь быть фараоном, потому что ты не фараон и не можешь стать им, потому что у меня есть свои дети. Но ты такой же, как я, в плане могущества. Все, что ты скажешь, будут делать, все, что ты прикажешь не делать, делать не будут. Все. Я просто по крови царь, да? Как Бог Отец, как говорит, просто есть, да? Иосиф, естественно, ну, дальше я вам уже перескажу, да? Иосиф, естественно, как и сказал, начинаются эти семь лет изобилия, он собирает весь хлеб, все, что там собирают. И потом к нему, естественно, когда он все это набрал, забил хранилище, что там, говорит, уже исчет потерял, перестал даже считать. Там записи вести, потому что уже там забивали все, что только можно, до предела, и уже не знали, куда это сувать и как это считать все. И после этого наступает семь лет голода. Естественно, к нему начинают сходиться все люди, потому что голод, ничего абсолютно не растет, хоть ты сей, ничего. А в изобилии там написано, семечко бросал, там тысячу сходило, да, в колоске появлялся. Естественно, к нему начинают все сходиться, все народы, египтяне начинают тащить все из дома, все вещи, продавать свои потом участки, дома. И сами уже отдаются ему, можно сказать, в рабство, да, дай хоть какую-нибудь работу, только вечером хлеба насыпь, зерен насыпь, чтобы домашних накормить. Иосиф таким образом приобретает себе, так скажем, ну, хотите в рабы, да, на самом деле просто в работники, в наемники, как Иисус говорил, да, работники для Царства Небесного. Здесь, конечно же, прекрасный образ. И в оконцовке, естественно, голод усиливается по всей земле, я говорю, не только Египет. Ну, мы считаем, как Египет, вся земля, но неважно, это вся земля вокруг. Об этом узнают, потому что в земле, где жил Израиль со своими братьями, со своими детьми, с братьями Иосифа, уже там, я говорю, есть Вениамин, его младший брат, который родила ему, его мать, получается, я говорю, они все от разных матерей. У Израиля было несколько жен и наложниц, так называемых. И они узнают тоже, что там в Египте есть хлеб. Хлеб, естественно, я есть хлеб, шедший с небес. Надо ли мне вам все это рассказывать? Это учение Иисуса Христа, это любовь, это истина, свобода, вечная жизнь. Они узнают, что где-то там в Египте есть, да, и начинают туда идти. Естественно, вы знаете, что Израиль в последнее время обратится благодаря книге Откровения. Мы с вами все это знаем. Отец Иосифа Яков, Израиль, посылает туда своих братьев. Там целая история. Я вам уже сегодня в рамках этого видео, конечно, все это пересказывать не буду. Как они идут, как Иосиф начинает, ну, хочет их проучить по-хорошему. Он очень любвеобильный, но хотел их немножко, он их там пожурил. Там целая история, как он им нагружал. Ни копейки с них не брал. Давал им там хлеба в повозке. Они уходили, находили и хлеб, и деньги в мешке. Потом он там целую историю сделал, чтобы они брата, они не брали брата Вениамина, потому что Израиль не отдавал, боялся, говорил, вы Иосифа у меня, говорит. Ну, он, правда, говорил, ну, не то, что вы забрали, а вот то, что там зверь растерзан, ну, как бы, может, частично их как бы винил, как бы, потому что они же принесли ему эти одежды, да. И он, говорит, не отдам вам Вениамина, это младший брат, вот, получается, меньше брата Иосифа. Родной, можно сказать, прямо от одной матери, да. И, видите, даже еще не все готово, не все картинки есть. Вот. В общем, там целая история, я говорю, как он все это, они там терзаются, они вспоминают. И Иосиф то, что делает правильно, до них доходит. Они говорят, вообще все, что с нами происходит, происходит за то, что мы когда-то Иосифа там продали. Возможно, он уже погиб из-за нас, да. Они вспоминали его, терзались, в общем. Ну, и в оконцовке Иосиф им открывается, там они все рыдают. В общем, мир и благодать. Посылает он, в общем, все за отцом и отец со всем домом, куда приходит, в Египет. И там остается жить под заботливой рукой своего, оказывается, жившего сына, да. Вот такая вот история с Иосифом, который из простого юноши превращается... Какая у нас тут глава, картинку, где... Я хотел их как бы рядышком, эти картинки поставить. Где Иосиф становится из такого, вот становится вот таким вот. Только престолом ниже фараона. Такая вот история библейская, абсолютно реальная, как говорит, основана на реальных событиях и есть нам передана. Иосиф, естественно, с собой... Это, я думаю, не для кого, если вы какие-нибудь толкования любые, хоть какой-нибудь своей секты откроете, православной, католической, протестантской, или имени себя любимого любой, вы, думаю, увидите, что, конечно же, толкование однозначное, что Иосиф – это прообразы Иисуса Христа. Причем настолько реальные. Причем все это в реальной жизни происходило. Все эти события, вся эта тюрьма, то есть это там и погребение, это и то, что его с нами две тысячи лет нет. То есть все абсолютно сходится. Ну и, как я вам сказал, какой мы сегодня с вами должны вывод из всего этого сделать? Ну, во-первых, первое, что оказывается, все-таки при двух или трех свидетелях истинное всякое слово. Мы с вами в предыдущих роликах узнали, что у Даниила семилетие. И теперь мы видим с вами, что действительно вот в этой истории с Иосифом мы с вами тоже убеждаемся, что все-таки в последние времена вся книга «Откровения» – это семилетний период. Половина из которого все там печати и ангелы трубящие происходят в три с половиной года, все события. Уже после воцарения само царство Антихриста тоже продолжается три с половиной года, так как оно будет ужасно для избранных, и ради них сократятся эти дни, чтобы не все было уничтожно. Второе, что мы узнаем с вами, что оказывается, до этой великого голода, если по обытию, по Иосифу читаем, по книге «Откровения» «Великой скорби», всех этих скорбей, в книге «Откровения» оказывается будет семь лет изобилия. Что мы сегодня, какую пользу мы с вами сегодня вынесем? Я надеюсь, что вы уже тоже посмотрели вот это мое видео, это дата второго пришествия Иисуса Христа. Я выложил свои мысли, откровения на сердце, то, что у меня лежит, какие вследствие всех нынешних событий, что мне открывается, что я вижу, что я анализирую, и я выдал свою информацию. Я вижу, что, причем там я объясняю, что на самом деле все эти там любят говорить, что никто не знает ни дня, ни часа, вот именно я тоже показываю, что вот именно, что никто не знает ни дня, ни часа. Но день, год и месяц нам Бог открывает. Вот, как по мне, тогда второе пришествие будет где-то середина 2033 года. Там я все рассказываю, у меня есть тоже схемки, я все показываю и все рассказываю. Кому интересно, я думаю, что христианам это обязательно интересно. Посмотрите, как мы применяем сегодня, чтобы все это слепить в одно. Но, если мы с вами принимаем, что год второго пришествия Христа – это начало третьего тысячелетия, когда мы ждем Иисуса после двух тысяч лет, когда Он не видим, или как Иосиф был в темнице, да, и приходит, это 2033 год, отнимаем 7, получается 2026, 2026 год. У нас с вами сегодня 8 ноября 2022 года, день, когда я записываю это видео. Если мы отсюда откладываем 7 лет изобилия, то это, получается, 2019 год. Оказывается, что мы с вами живем во времена изобилия перед семилетием последних скорбей, скорбей последнего времени. Сегодня 2022 год, уже прошло 3 года, у нас еще в запасе 4 года. Я дальше буду еще записывать видео по этой теме, хоть по самой седмице сказал, я уже буду записывать как всегда более практические видео, говорить, что нам делать. Вы знаете, я, глядя по себе, удивляюсь, как Бог меня всегда вел. Вот как говорят, мне многие говорят, что я какой-то баловень. Вы знаете, я в жизни, на самом деле, себя отчасти считал каким-то тоже там неудачником, ничего у меня особо в жизни великого не достиг, какие-то квартиры, машины, профессии, должности, работы. Но действительно, когда я познал истину, когда Бог познал меня, а я после этого познал Его, я действительно удивляюсь и всем свидетельствую, что Бог есть любовь. И действительно, отчасти можно сказать, что я какой-то баловень Божий. Вот смотрите, в 19-м году началось это начало семи лет изобилия. В 20-м году, кто знает, Бог меня управляет. Я вот тут селюсь в Коршево, в прекрасном месте. Да, все по-скромному. Обычный участок, формально 9 соток, а по факту у меня тут гектар земли, сажай не хочу. Хоть какая-то денежка есть, отец мне там отдает маленькое наследство, так скажем. Ну, свою комнату, когда он жил там в Москве, он сам из-под Москвы, да. Бабушка уже помирает, они когда-то жили в коммуналке, там обычная комнатушка. На нее даже большой дом не построишь. Вот, ну, кто знает, я поселился, у меня небольшой домик, 50 квадратов, да. 40 даже, вернее, что я говорю, 50-40. 40 квадратов домик. Вот, ну, на деньги я смог провести там газ, все коммуникации. Так вот, живу, не жалуюсь. Я говорю, казалось бы, по факту там 9 соток, а по документам, по факту большая земля. Вот, стараюсь тут насадить сады всякие, кто знает огороды. Вот, послал мне благоволение главы администрации села, которая, казалось бы, я селюсь в селе, который никогда не жил, ничего не знаю. Ее сестры, несколько сестер уехали, все живут за границей, в Европе, они все меня смотрят, вегетарианки. Она, когда ко мне приехала, ну, я сначала к ней ездил, я ее не нашел, она в опуске была. Приехала ко мне вот уже утром, и говорит, да, я тебе все... И я когда начал, ей как бы... Она сказала, что вот, хорошо, что хорошие люди селятся, а я ей говорю, откуда вы знаете, что я хороший? Она говорит, да, я про тебя уже все знаю. Вот, удивительно. И она мне год полностью все, вот, все, что я не просил, ну, конечно, я ничего злого не просил, ну, вот что-то для себя тут, вот, то-то, то-то, там, разрешение на тот, на тот. Она мне все, говорю, делай, что хочешь. Ну, в хорошем смысле слова, да. Вот. И вот, действительно, все это началось в 20-м году, я прям удивляюсь, как вот... Поэтому я говорю, в будущем я буду рассказывать, у нас с вами еще 4 года, вот, у нас есть подсказки, видите. Вот, но я тут так озвучу, что надо все, четвертую часть, пятую часть своих доходов надо откладывать что-то, подкупать, закупать, короче, готовиться. Вот. Ну, я буду об этом позже рассказывать. В принципе, сама тема, последняя седьминная апокалипсиса у нас с вами, ну, наверное, завершена. Я говорю, все эти три видео, как я вам показал, уже еще раз показываю, я надеюсь, вы посмотрите всеми текстами, ну, вырванными из контекста, я говорю, на сайте вы можете, на этой страничке непосредственно воспользоваться. Я говорю, вот это видео сюда я тоже вставлю, вы его уже будете видеть, все места вы видите, все пересылки, все отсылки, все вы можете посмотреть, перейти к источникам, потому что у Даниила я просто тут тоже все показал, какие есть места. Ну, сам ролик вам все расскажет, ну, можете и сами вникать, более глубоко все изучать, читать, как вам кажется, докапываться, находить какие-то несостыковки. Вот. На этом у меня все. Я говорю, пусть ролики у меня длинные, большие, кто знает, но зато я надеюсь, вам все в полноте раскрывается. Очень важная истина, откровение, которое мы с вами сегодня, я надеюсь, вы узнали. Бодрствуйте. Да. Я думаю, что для нас это очень важная информация, чтобы потом локти не кусать, да. За голову не хвататься, в грудь себя не колошматить, надо быть мудрым, разумным и ко всему готовиться. Так что вот так вот. Конечно, прежде всего, это святость личной жизни, в любви ко всему Божьему творению, к природе, к животным, гоу-веган, становитесь веганами, к духам и к людям, естественно. Вот. Это обязательно. Причем правильная любовь. К любящим, к семье, враги домашние. Это не значит, что ты должен всех по головке гладить, только потому, что у тебя с ним кровное родство. Нет. И наоборот, обличай все беззакония, злодеяния. Так что вот так вот. Вот такая у меня для вас информация. Надеюсь, она для вас полезна, назидательна, отрадна. Мы с вами все ожидаем второго пришествия. Вот-вот. Буквально осталось совсем ничуть. Чуть-чуть. Относительно сегодняшнего дня, уже буквально десяток лет. Пролетят они незаметно. Особенно, когда начнется Великая Скорбь. Сами знаете, как все это происходит. Вот так вот. На это у меня все. Я с вами прощаюсь. Всем желаю всего самого доброго. Надеюсь, это видео было вам полезно. Кому все мои ролики нравятся, ставьте лайки, лепите. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Поделитесь этим роликом на своих ресурсах, в своих социальных сетях, в личных сообщениях, с кем считаете нужным. Провозглашайте истину, если вы любите людей, чтобы они узнавали правду. Чем нас будет больше и в тысячелетнем Царстве со Христом, и на новой земле, на новом небе, тем мы сами будем счастливее. Потому что счастье – это любить и быть любимым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok